Девушки отдыхают С 1963 по 1972 год Самое величественное для СССР в хоккее 10 победных лет подряд Включая Олимпиады и чемпионаты мира Рекорд из разряда вечных Все эти победы добыты под руководством Аркадия Ивановича Чернышева и Анатолия Владимировича Тарасова Многие сейчас ошибочно полагают, что главным был Тарасов Но игру на скамейке вел Чернышев А Тарасов занимался тренировочным процессом Что бросается в глаза, что каждый тренер понимал Для чего он тренер В каком смысле Если Аркадий Иванович был главный тренер Тарасов был вторым тренером Если брать Анатолию Владимировича Тарасова То он прекрасно черновой тренер Потому что с Тарасовым было очень интересно Так сказать, работать на льду Он сам на льду одевал форму Не форму, а рубашку игровую одевал Калюшку, шапочку Аркадий Иванович больше, так сказать, находился за бортом И подзывал, собственно Когда шло учебно-тренировочное занятие Он подзывал пятерку Говорил ей, что нужно делать С великим дуэтом связана судьба Одного знаменитого игрока И впоследствии выдающегося специалиста Динамовца Владимира Юрзинова Ему не довелось сыграть в Вене Помешали и не в первый раз Хронические травмы Но методы, принципы тандема Он изучил И творчески переосмыслил Я их ученик Я вышел из этой школы Я ведь к Анатолу Владимировичу приходил на тренировки Я говорю, Анатолу Владимировичу, можно я поприсутствовать? Он говорит, ну ладно, значит, давай Вот он со мной, значит, это все показывает Тут же ко мне подходит дорогой лиц Сашка А я уже начал тренер Он говорит, Володя, уходи отсюда Я говорю, что, Саша? Мотай отсюда Я говорю, что, Саша? Ну ты же знаешь, сейчас он гонять нас начнет То есть для Анатолия Владимировича Если один зритель, это уже все А если я еще пришел, значит Это ребята уже там пошли опять, значит, с блинчиками Значит, они, значит, на ковырочки И все это, это уже спектакль, значит Ну вот, молодой пришел к мэтру Значит, с зазнаниями Ну-ка покажем ему И вот эти мои, значит, друзья говорят Кати отсюда Потом я уже раз-раз-раз-юкатал То есть я учился в них Сочетание Аркадия Ивановича Анатолия Владимировича Дало просто очень сильный тандем Я думаю, что у нас больше такого не получилось Там бы тандемов в сборной Чтобы именно таким образом ввести Нашу команду Где-то близко был тандем Юрзинов и Тихонов Где-то близко Но я не скажу, все равно они уступали тандему Чернышеву и Тарасу Уравновешенность характера Чернышева Она передавалась игрокам То есть он не дергался И мы-то не дергались Но Тарасов ведь его, это искусство Это, понимаете, это вообще тренер Который, в общем-то, мог из человека Понимаете, вот его возможности Способности он мог развить до На 150 процентов Кому это? По-моему, Павлову Сергею Павловичу пришла Эта мысль их соединить Потому что один приходил, второй уходил А вот когда они в паре Я скажу, это вообще Это вообще феноменально было Вот мы играем И, значит, там с канадцами, по-моему, на турнире И вот так подбегает Каркадий Иванович, там, Тарасов Вот так в стороне, он так к нему, говорит Адя, Адя Там удаление Судья хватает нас, там, вчетвером Оставляет нас Адя, Адя, Роми готов Роми готов, то есть Ромишевский готов Он говорит, да? Ну ладно, говорит Давай, давай там Виталий, давай На это, на лед Потом втроем, он опять Адя, Адя, Ромик готов Поворачивается Иди ты со своим Ромиком Все уже, ни Адика, ни Антона Нет уже, значит, они сидят по разные стороны Мы уже так притихли, ходим Чемпионат мира 67-го года в Вене Завершение первой победной пятилетки сборной Союза Тогда же жизнь пятилетками измеряли Пять раз подряд ранее побеждала только Канада И то еще до Второй мировой войны После Второй мировой войны Канада потеряла единоличную гегемонию в мировом любительском хоккее Однако еще полтора десятка лет продолжала оставаться ведущей силой Вплоть до 61-го года, когда родоначальники игры выиграли свой 19-й мировой титул Следующего, 20-го, канадцам пришлось ждать 33 года Тогда, в 61-м, за месяц до полета Гагарина Кленовых листьев на чемпионате в Швейцарии представляла еще клубная команда Трейлсмоук Итерс, усиленная, впрочем, шестью игроками из других клубов Перед последним туром лидировали Канада и Чехословакия Сборная СССР отставала на одну очко В советской команде заканчивался процесс смены поколений И уже был почти собран золотой состав 60-х Но в Женеве сборная, которую вместе с Аркадием Чернышевым возглавляли Анатолий Кострюков и Александр Виноградов С канадцами не справилась В первом периоде североамериканцы открыли счет Ко второму перерыву увеличили перевес до трех шайб А в заключительном периоде до четырех Четыре гола организовала у канадцев связка Маклео Джонс Одну ответную шайбу забросил Борис Майоров Ставший лучшим бомбардером чемпионата и вошедший в символическую сборную Единственный из советских игроков Канада выиграла 5-1 и стала чемпионом Опередив Чехословакию по разности шайб А сборная СССР показала свой худший по тем временам результат на чемпионатах мира Заняв всего лишь третье место Тогда трудно было представить, что свою следующую победу над советскими хоккеистами Канадцы одержат только в 85-м году Почти четверть века спустя Несмотря на то, что в начале 60-х они перестали посылать на мировые турниры лучшие клубы И специально готовили сборную команду Пионером этой идеи стал отец Бауэр, католический священник И по совместительству хоккейный энтузиаст Который, к слову, много позже был введен в зал хоккейной славы После того, как в 63-м году в Стокгольме Канадцы впервые в истории остались вообще без медалей Паттер Дэвид Бауэр сам повез в сборную на Олимпиаду Винсбург Как тренер и как генеральный менеджер Но успеха не добился и он Сборная СССР уже начала свою 10-летнюю победную посту И обыграла канадцев 3-2 Кленовые листья проиграли к тому же Чехам И остались четвертыми, уступив по дополнительным показателям и им, и шведам История повторилась в 65-м на чемпионате мира в Тампоре И только в 66-м кленовые листья вернулись из Любляны с медалями Но всего лишь с бронзовыми А советская хоккейная машина продолжала штамповать титулы И бить канадцев на всех главных хоккейных форумах Вот тогда-то родоначальники игры и стали настаивать На допуске к мировым чемпионатам профессионалов И для начала добились права включать в состав бывших игроков Национальной хоккейной лиги На чемпионате мира 67-го года таковыми стали Карл Бревер и Джек Боунас После чемпионата мира в Вене Чуть ли не половина сборной Канады заиграла в НХЛ 67-го года в лиге как раз начинается эра расширения Вместо шести команд сразу 12 Классных игроков не хватало Канаду по-прежнему считали главным оппонентом на чемпионате мира Хотя потянулись и чехи, и шведы Зимой 67-го был турнир в Венепеге Посвященный столетию образования Канады Союза четырех провинций Хозяева его выиграли На чемпионате мира сборная СССР Намеревалась взять реванш у основоположников хоккея Которые по-спортивному раздражали Они нас обыграли, если мне память не изменяет, в Венепеге Тогда отмечалось 100-летие Канады Страны Страны, да И в Венепеге на турнире Канадцы заняли первое место, а мы чуть ли не третье Весь чемпионат мира в Вене проходил вот по красной нитью Проходила борьба сначала заочная, а потом и очная Между сборными Советского Союза и Канадой В составе сборной Канады нашего основного соперника Выступали профессионалы В первую очередь это Карл Бревер Защитник, великолепный, кстати говоря, защитник Ну и тем, что канадцы очень серьезно готовились к этому чемпионату Собирались прервать гегемонию советского хоккея И мы недаром считали, что это основной наш соперник Конечно, команда, в общем-то, по силе Ее нельзя было сравнить там с командой 72-го года Это понятно Но, тем не менее, сильная команда была Почему? Потому что раньше играли 6 команд было профессиональных И остальные игроки, которые не попадали А туда попасть в профессиональные команды было очень сложно У этих игроков, конечно, да, они попадали, может быть Но уровень игры был очень высокий Тогда мир не был наводнен информационными потоками, как сейчас Поэтому каждый кадр словно орден на грудь любителю всего винтажного О самом турнире Виннипеги не осталось видеосвидетельств А вот так сборная СССР отправлялась в Канаду Играть, играть, играть Для этого вылетела в Канаду наша сборная по хоккею Пометуя о том, что интервью более уместны после игры Капитан команды Борис Майоров был немногословен Хочется, чтобы наступающий Новый год был таким же счастливым для нашей команды Как и предыдущие 4 года Хочется пожелать всем-всем счастья в Новом году И до скорых встреч К мировому чемпионату в Вене, несмотря на неудачу в Канаде, готовились недолго Никто не форсировал концовку первенства Союза ради сборной Как правило, в те годы 10-12 дней, не больше Таких длинных сборов, какие были при подготовке к чемпионату мира Как у Виктора Васильевича Тихонова, в те годы просто не было Мы тренировались во дворце спорта ЦСКА на Ленинградском проспекте Старенький еще был дворец Но тогда он был относительно молодой Он был построен в 61-м или 62-м году, точно не помню Сборная всегда там тренировалась А жили мы на базе ЦСКА в Архангельском Причем это было старое здание, бывшая конюшня Почему и армейцев называли довольно часто конюшней На чемпионате мира в Вене впервые в истории можно было включать в заявку Помимо двух вратарей, три полных пятерки И еще одного запасного игрока на подмену Для Александра Якушева нововведение обернулось большой удачей Честно говоря, в общем-то, в большей степени это случайно произошло Потому что вот когда у нас закончился перерыв И команда начала готовиться к чемпионату мира То в расширенном, ну не такой большой был список расширенных игроков Расширенный состав Я не попадал И, в общем-то, жил дома Уже перерыв вроде бы там Все жили дома И только вот игроки первой сборной находились на сборах Не то что мечты Вообще даже не предполагал, что я мог там попасть в сборную Советского Союза Потому что там играли, в три звена раньше играли А левый крайний в той сборной Фирсов, Майоров Борис И Вениамин Александров То есть там никак не проходной был По этим показателям Даже по этим сравнить игроки И я вообще, честно говоря, не мечтал И потом, когда они уже сидели на сборах Нужна была для них товарищеская игра Для сборной СССР Спарринг-партнер нужен был Ну, в общем-то, обзвонили игроков Собрали, ну, типа второй сборной, да Собрали Все приехали, мы из дома все приехали Там непонятно, кто как время проводил И сыграли против первой сборной И вот после этой игры Мне сказали, что надо поехать на сборы Готовиться к чемпионату мира Сейчас сочетание игроков Что в клубах, что в сборной Постоянно меняются А тогда тренеры стремились К постоянным величинам В 65-м в Тампере И в Любляне в 66-м Практически одинаковой результативностью Блеснули связки Армейская, Альметов и Александров И Спартаковская, Майоров-Старшинов В придачу с Анатолием Ионовым Центры и левые форварды В этих звеньях остались Но изменились правые нападающие В Любляне Константин Локтев Был признан лучшим форвардом Но из-за травм завершил карьеру Вместо него В первом звене на чемпионате мира Сыграл универсал Виктор Якуш Для Александра Альметова Венский чемпионат Станет последним В 27 лет Из-за увлечения бурными застольями По его собственному признанию Через месяц после возвращения Из звены в Москву Армейцы уступают Чемпионский титул Спартаку По сути на этом завершается История блистательного армейского звена Тройки академиков Как его называли После 64 года Тренеры сборной постоянно решали вопрос Кого вместо Евгения Майорова Поставить во вторую Спартаковскую тройку К брату Борису Майорову И Вячеславу Старшинову Во время канадского турне Тренеры успешно делегировали К ним Анатолия Фирсова В прошлом выступавшего за красно-белых Но по словам Анатолия Тарасова Борис Майоров Альтруистически Предложил наигрывать Фирсова В сочетании с молодыми Для пользы сборной Сам Майоров подобную беседу Категорически отрицает Вот ведь историческая загадка получается Тарасов и Чернышов Всю свою карьеру в сборной Удивляли хоккейный мир Неожиданными решениями Новая тактическая схема Изобретение и внедрение Знаменитой системы Или такого понятия Как хоккейный полузащитник Но были и обязательные новинки Которые приходилось делать На канун каждого чемпионата мира Или олимпиады Определять ударное звено Поскольку от него, как правило Зависел не только результат Какого-то конкретного матча Но и всего чемпионата В Инсбурге В 64-м Роль лидеров, как и планировалось Отработали армейцы Локтев, Альметов, Александров В 65-м В Тампера И в 66-м В Любляне Они показали практически Одинаковую результативность И надежность Со Старшиновым Борисом Майоровым И Ионовым Но к Венскому чемпионату Впервые за несколько лет Полной ясности С ударным звеном не было Долгое время Тройка Локтев, Альметов, Александров Была первой во всех смыслах Самый сыгранный, самый эффектный И эффективный Именно она По признанию самого Тарасова Первой начала играть в хоккей Который можно было назвать Интеллектуальным О котором он всегда мечтал Но после Любляны Из-за травм Закончил карьеру Константин Локтев И рисунок игры Армейской тройки Стал меняться Куда-то ушла легкость С которой она сметала Любого соперника Меньше повышенных Стали брать на себя Александр Сальметов Поэтому Столицу Австрии Это звено, где Локтевы заменил Универсал Виктор Якушев Ехало, оставаясь первым Лишь номинально Так закончился один Блистательный тренерский Эксперимент Но удивительным образом Это совпало С кульминацией следующего Тоже связанного С созданием Совершенного Хоккейного оружия Главным Бенефициантом В Вене Стала третья Или как ее тогда Называли Молодежная тройка Под управлением Анатолия Фирсова Те, кто воспринял это Как случайность Глубоко ошибались Неугомонный Тарасов Шел к этому результату Несколько лет В Спартаке Фирсов играл Центра Но в ЦСКА он В этом качестве Толком проявить себя Не мог При всем желании Элементарно Не хватало Мышечной массы И Тарасов Выписал Универсальное лекарство На несколько месяцев Сослал его В тяжелоатлетический зал Изнуряя себя На тренажерах Фирсов ничего не потерял Из своих игровых талантов Легкости бега Самобытного дриблинга Универсальности И конечно Чтение игры Которую он научился Просчитывать На несколько ходов вперед Ну а настоящий прорыв Произошел Как только Тарасов Понял Что продолжать Наигрывать Фирсова В центре Значит зарыть Остальные его таланты И придумал для него Совершенно новое Для нашего хоккея Амплуа Крайнего нападающего С самыми широкими Полномочения Или полузащитника Которому разрешено Самому определять Глубину Развитие И направление атаки В этом качестве Фирсов уже скоро Станет не только Сильнейшим технарем Но и откроет в себе Талант наставника-самоучки Ведь даже Тарасов Не сразу понял Что молодые Викулов И Полупанов Пройдя ускоренные Фирсовские курсы Подготовки стрелков Составят с ним Одну из самых ярких Троек советского хоккея Для Фирсова Это был четвертый Чемпионат мира Для его молодых Партнеров Только второй Но отправившись В Вену Под третьим номером Армейская тройка По чемпионству Вернулась оттуда Первой Так называемое Молодежное звено Своим результатом Убило всю Бомбардирскую Статистику чемпионата Фирсов и Полупанов Забросив по 11 шайб Возглавили список Бомбардиров А Викулов оказался На почетном пятом месте И наконец Главная награда Не считая разумеется Золотых медалей Анатолий Фирсов Впервые был признан Лучшим игроком Чемпионата мира Как бы то ни было Но в Вене В спартаковском звене Играл Виктор Ярославцев Или Александр Якушев На подмену А третье звено Викулов Полупанов Фирсов Взорвало Бомбардирскую Статистику Чемпионата 45% Результативных Атак Это их рекорд Ну и помимо этого Было еще Одно сочетание Игроков Творческое У нас каждый год На чемпионате мира Выходила Стена газеты Мы писали Там За первый Чемпионат мира За двукратных За трехкратных За четырехкратных Вот так До девятикратных Чемпионов мира Мы выпускали Газету В которой Ребята выражали Так сказать Свой Свою Волю Свою Так сказать Желание Большую помощь Оказывал Комсомол Потому что В составе делегации Всегда выезжали Из ЦК Комсомола Которые Так сказать Ну Рисовать мы же Не умели Правда Когда Володя Брежнев Был у нас Сборный Володя хорошо Рисовал А так Фирсов Старшинов И я Мы Так сказать Возглавляли Эту газету Редактором Был Эта газета Я Ну На оперу Времени Естественно Не оставалось Насколько я помню Была экскурсия По Вене И в свободный От игр День Такую разрядку Нам тренеры Дали Мы всей командой Отправились на рыбалку Работники Посольства И торгопредства Это был конец марта Как раз Рыба шла на нерест Ловилась Вовсю Особенно Окунь Ну и мы Уж там На Каком-то Не притоке А На каком-то Заливе Дуная Отвезли душу Свободное время У Тарасова Чернышева Практически не бывает Потому что Не бывало Да Потому что В общем-то Много было Тренировочного Процесса Теоретических Занятий Поэтому Как правило Свободное время Может быть Только после ужина И ходили В кинотеатр Ну как правило В кинотеатр ходили На исторические Музыкальные фильмы У нас был По этому вопросу Главный Александр Павлович Рагулин И Анатолий И Анатолий И Анатолий Ну что Павлович Куда нас Сегодня повезешь Поведешь На какой фильм Историческо-музыкальный И вот Искали все Исторически-музыкальное Там была Группа туристов Человек 20-25 Наверное Очень солидная Группа Поддержки Вячеслав Васильевич Тихонов Станислав Иосифович Ростоцкий Знаменитый Нашим Режиссер И актер Николай Рыбников Мы общались Я в частности Общался С Вячеславом Тихоновым После игры Когда он Он же болельщик Спартака был Я помню Он подошел После одной Из игры И говорит Саша Пока молодой Веди Веди дневник Все записывай Все записывай Потом тебе Это очень пригодится Поверь мне Ну К сожалению Вот я не послушал Своего совета А действительно Это было бы Очень здорово Конечно В составе Группы поддержки На чемпионате мира Был актер Николай Рыбников Он не чужой Человек в спорте Играл главную роль Тренера Ложкова В фильме Хоккеисты А их надо держать Вот так вот Ты думаешь Действительно Они идут в кино Наверняка Киншашни С девчонками Пока мы Не избавимся От спирантовского Либерализма Дело не пойдет И все это Надо начинать Со стариков Надо избавиться От Кудрича От Самсонова Да где-то Наверное От Дуганова Дуганова Да-да Все это звено Уже не тянет Кино вышло на экраны За три года До чемпионата мира Хоккей Вместе с космосом Предмет Национальной гордости И новая Живая тема В искусстве Песня Которая Особо сейчас Актуальна Правда Я ее написал Год назад Но это не имеет значения Надо только Переделать цифры Дело в том Что это песня О хоккеистах Эту песню Написал я В прошлом году После игры СССР Канада В хоккей Тогда Когда был 2-1 счет Игра была Трагичная Очень Все беспокоились До игры Что канадцы Сильнее физически Подготовлены Потому что Они профессионалы У них там есть Несколько профессиональных игроков И они Якобы наших ребят Просто побьют Обязательно Но вот После игры Мы все во время игры Убедились Что все наоборот Вот Ну не наоборот Но на равных Во всяком случае И игра Кончилась Нашей победой В пятый раз Наши ребята Стали чемпионами мира Я в этом году Очень беспокоился В основном Даже не по поводу того Что проиграют Хотя это тоже было А по поводу того Что придется Новую песню писать Но не пришлось Надо просто Пять поменять на шесть И все становится На место Профессионалы В своем Монреале Пускай разбивают Друг другу носы Но их представитель Хотите Спросите Недавно заклеен был В две полосы Сперва распластан А после пластырь А их не пастор Ну как назло Он перед боем Знал что злобоем Молились троем Не помогло Ну как назло Это про паттера Дэвида Бауэра Который собственно И создал В первой половине Шестидесятых Любительскую сборную Канады И потом на многих Турнирах Был ее тренером И менеджером В четвертых Прямое свидетельство Уже пятикратно Уходит вперед Именно про пятую Подряд победу То есть Шестьдесят седьмой год А никакой Не семьдесят второй Как считают многие Заблуждаются Думают Высоцкого Вдохновила Суперсерия Профессионалам По всяким каналам То много То мало На банковский счет А наши ребята За ту же зарплату Уже шестикратно Уходят Вперед Пусть высшие лиги Плетут интриги И пусть канадским Зовут хоккей За нами слово До встречи снова А футболисты До лучших дней Первые пять матчей Пять побед В том числе Над шведами Девять-один С которыми В шестьдесят шестом Сыграли в ничью СССР Канада В предпоследнем туре СССР Если выигрывает Досрочно становится Чемпионом Канада Если выиграет Выходит на первое место С отрывом в одно очко Новое звено Викулов Полупанов Фирсов На тот момент Самое результативное Полупанов Два раза Забивало По четыре шайбы Но У канадцев Сильный вратарь Сет Мартин Он несколько раз Признавался Лучшим вратарем На чемпионатах мира Вот там вратарь Этот Мартин Тоже Он в профессионалах Родне играл Но Вратарь Очень Хорошего уровня Правда Его гол Анатолия Фирсова Конечно Это немножко Курьезный Но Это Как правило Как исключение Которое подтверждает Правило Что это игрок Очень высокого уровня Иногда Такие Даже с таким мастерством Вратарей Иногда пропускают Смешные Шайбы Сет Мартин Впервые приехал На чемпионат мира В 61-м году В составе Любительской команды Трейлсмоук Итерс Представлявшей Канаду Ему было 27 лет Самый расцвет карьеры И он не только Стал чемпионом Но и был признан Лучшим вратарем И тем не менее Клубы НХЛ Коих тогда было Всего 6 Не торопились Предлагать ему контракт Мартин еще долго Оставался любителем И при этом Лучшим в своем амплуа Болельщики называли его Не Сет А Сип Что значит Кипящий Бурлящий Титул первого вратаря Чемпионата мира Мартину присуждали Четыре раза А журналисты Трижды включали его В символическую сборную Хотя Канада Ни разу больше Не поднималась Выше третьего места А то и вовсе Оставалась без медалей И только в 67-м Когда Национальная Хоккейная лига Пополнилась Еще шестью клубами Мартин дебютировал В профессионалах Сыграв 30 матчей За Сент-Луис Блюз Который, к слову В первый же свой сезон Дошел до финала Затем, однако, перед вратарем Встал выбор Продолжить НХЛ-овскую карьеру Или сохранить свою пенсию По основной специальности Он был пожарным Мартин выбрал второе Тем более, что Останься он в Сент-Луисе Ему пришлось бы Конкурировать за место В воротах С двумя великими Голкиперами Гленом Холлом И Жаком Планто Карл Бревер Напротив Приехал в Вену Уже немало поиграв В НХЛ За его плечами Было 8 сезонов В Торонто Мэйпл Ливс И 3 Кубка Стэнли У него была репутация Игрока Чьи действия Никто не мог предсказать Ни на льду Ни вне его Он был незаменимым Защитником Команды Династии При этом Дважды набирал Больше всех штрафных минут В лиге Потому что Любил наказывать соперников За примененные Против него силовые приемы Однажды на тренировке Он подрался Даже с одноклубником Джонни Бауэром И был отправлен домой Поразмышлять О собственном поведении Размышления Привели к тому Что Бревер Вовсе оставил Профессиональный спорт И поехал играть За Канаду На чемпионат мира В Вене Карла включили В символическую сборную Как одного из лучших Защитников чемпионата Впечатление произвело Не только его мастерство Но и изрядное мужество Большую часть Решающего матча Против сборной СССР Бревер играл С абсолютно заплывшим глазом Впоследствии На чемпионатах мира Он больше не появлялся Во время недолгой учебы В Финляндии Был играющим тренером Хельсинского ИФКО А в 69-м вернулся в НХЛ И отыграл еще три сезона За Детройт и Сент-Луис После чего примкнул К новообразованной Всемирной хоккейной ассоциации И это было Не последнее его возвращение В большой хоккей В 41 год После шестилетней паузы Он еще сыграл 20 матчей За свой родной Торонто Два года подряд Канаду обыгрывали С крупным счетом 4-1 и 3-0 В Вене Пришлось изрядно помочиться Канадцы почти полтора периода ввели А потом случилась Шальная шайба Фирсова Был очень продолжительный отрезок Уже, ну, как мы говорим Уже на поле накушались Поэтому он вышел Пересек синюю линию Из своей зоны вышел И шайбу парашюл Он же не щелкнул там шайбу Или там низом бросил Он кинул парашютик Просто через И побежал, так сказать На лавочку И пока эта шайба летела Он к борту подбежал А там уже за бортом Уже ребята его В обнимку хватают Поэтому он в попыхах Он и не понял даже Что сделал А там выкатывался у Мэли Защитник Ловить шайбу ее И она ему По перчаточке И Мартин На парашютной Это тоже стал выкатываться А Мэли Стал ее ловить Она ему По перчатке бьется И выше Пошла за спину Мартину ворот Вот и весь гол А то ли там уже Мноты Победный гол Старшинова С добивания После прохода Майорова Этот гол Тоже вызвал Бурные обсуждения Но по другой причине Канадцы Были уверены Что Майоров Получал шайбу За красные линии То есть вне игры В те времена Если шайба Пересекала Две линии То принимающему пас Нельзя было Раньше шайбы Оказываться За красные линии Сам-то я был На своей половине поля Так что Никакого нарушения Здесь не было А я так Честно говоря И не видел Что мы вдвоем Вышли со Старшиновым Я Это был Великолепный пас От Иванова Я считал Что мы Я вылетел Чуть ли не один на один Поэтому я Бросил Мартин Отбил И откуда-то Появился Старшинов Который добил Шайбу в ворота Выиграли 2-1 И добились Досрочного чемпионства В последний день Встреча с чехами Которые в случае победы Становились вторыми А если поражение То без медалей Маленькая предыстория У чехов была Блестящая сборная В конце 40-х В 49-м Первыми из европейцев Они обыграли канадцев И стали чемпионами мира Но многих игроков Посадили в 50-м За антикоммунистическую деятельность С тех пор Сборная Чехословакии Ничего не выигрывала И вот В 67-м Сборная союза Спокойно Может уступить Братьям По социалистическому лагерю И подарить тем самым Серебро чемпионата мира Я думаю Что там Красной нитью Прошел Такой Политический Что ли Подтекст Этой встречи Дело в том Что Это была Последняя игра Чемпионата мира К тому времени Мы уже стали Чемпионами И для нас Встреча Это не имело Никакого значения Но она имела Значение Для шведов Которые В случае Нашей победы Становились Вторыми И существовала Опасность Что соц. страны Ну Это со слов шведов Соц. страны Договорятся между Собой И матч Закончится С Приемлемым Для обеих сторон Результатом Но мы Выиграли Со счетом 4-2 И Шведы Они почему-то Не были На стадионе Встречали нас В гостинице Они смотрели Матч по Телевидению И чуть ли не С аплодисментами Они Отдали Дань Нашей Порядочности Вокруг этого матча Очень много Было такого Разговора Что Ну Русские Сдадут Этот матч Поэтому Понятно Что Демократическая Страна Своей Так сказать Но У ребят Был другой подход Что значит Сдать матч Сдать матч Значит Самому Самой команде Наложить На Свою же команду Климу О том Что Сдали матч Потом Мы не умеем играть Наша сборная Не умела играть На поражение Она Да Могла она Проиграть Но сыграть Именно На поражение Наша команда Никогда бы не пошла Это Я вам заявляю Официально Даже Сказали бы Это тренеры Нам тренеры Конечно Такого и быть Не могло Даже предположить Нельзя Чтобы тренер Там Тарасов Или Чернышов Нам сказали Как-то намекнули Ребята Надо проигрывать Это Вообще Неприемлемо Было для них Вот Но я думаю Что Им Наверняка Было Как-то указано На то Чтобы Как-то Сыграть Против Чехословакии Нашей Дружественной Да Сравни Как-то сыграть В таком роде Нам ее не показывали Это уже Потом мне Тарасов сказал Что мы должны Отдать команде Чехословакии Встречу Для того Чтобы они Заняли Третье место Вот Потому что Нам она уже Ничего не давала Ну если Ну если Звонили Из политбюро То не мне Это уж точно Вот По крайней мере Внутри команды Никаких таких Разговоров Не было Прошло много лет И вдруг Я узнаю О том Что какая-то Была Заинтересованность Между Руководителями Двух Стран В том Чтобы мы Вроде Этот матч Проиграли Я в это не верю Это кто-то придумал И очень удачно Теперь Подает Игра получилась Жесткой Хотя Одна маленькая Драчка У борта По нынешним временам Это пустяк Но тогда На подобные вещи Смотрели Несколько иначе Обычное Течение матча Между нами И Сборной Чехословакии Где-то Кто-то Кому-то Ткнет Где-то Кто-то Кому-то Что-то Скажет Это нормальное Абсолютное явление Для тех Лет Для Сборных Этих Двух Стран А то Что подрались Ну это что Первая драка Что-ли Была В хоккее Нет же И Сейчас тоже Дерутся Просто Раньше Была такая Установка Что Они наши Друзья Но друзей в спорте Не бывает Особенно Когда Идет борьба За Золотые Медали Там Вы помните У нас был защитник Нихитин Такой был Валерий Из Воскресенского Химика Он был Играл на этом Чемпионате мира Мы его считали Не защитником А Хавгаком Или полузащитником Он все время Подключался В атаку Ну и подключился Ему Голик Иржик Не Иржик А Ярослав Холик Применил Прием Силовой Тот упал Он его еще Клюшкой ударил Ему Так сказать И разбил ему Лицо Ну и палочек Колено ему Там прижал Ему Так сказать В область Шеи Сюда Тот сразу Обмяк Ну а в это время Этот матч Транслировался По телевидению А советское телевидение Дало в полной Картинке Так сказать Передачу На СССР А в это время Президент Чехословакии Гостел Был в гостях У Брежнев И они это все Дело видели Когда мы прилетели После чемпионата мира И выиграли Первым делом Когда открыли Самолет То сразу Зачем вы Чехов Обыграли Ну то что Мы Обыграли Чехословакию Я думаю Это тоже Как-то Сыграло роль На то Что Бы Встреча была Может быть По суше Чем обычная Никак На фоне того Что подрались Со сборной Чехословакии В последнем Матче Встреча Была Очень такая Скромная Слишком скромная Ни фанфар Ни знамен Ни речей торжественных Ничего не было Потом Были письма В адрес нашей сборной От Людей Которые Слишком верили В дружбу Социалистическую И писали Как так Наши хоккеисты Могли Подраться С дружественной Командой Которая Представляет Дружественную Нам страну Ну правильно Дружба Дружба Это бачок Врось В Вене Набрали 14 очков Из 14 Возвожных Впервые При такой формуле Отрыв В 5 очков Лучшим игроком Чемпионата Был назван Фирсов В символическую Сборную Которую Составляют Журналисты Вошли Рагулин Александров Альметов И Фирсов А лучших Памплуа Определял Директорат Ими стали Вратарь Карл Ветцель Из США Нападающий Фирсов И защитник Давыдов Я был Знак Того Что Хозяева Были Очень гостеприимны Участникам Чемпионата Мира Все было Очень Отлично Организовано Хочу Преподнести Этот скромный Сувенир Советской команды От всего сердца Прошу Пожалуйста Спасибо Спасибо Те времена Завораживают Не только Выдающимися Результатами Но и Искренностью Эмоций С одной стороны Игроки Были популярны Словно Космонавты С другой С другой С другой Это настоящие Парни С соседнего двора Вот Убедитесь Сами Вот они Герои Ледовых Сражений В пятый Раз подряд Завоевавшие В борьбе С сильнейшими Противниками Высокий Титул Чемпионов Мира Славу У победителей По праву Разделяют Тренера Команды Аркадий Чернышов И Анатолий Тарасов У нашего Микрофона Капитан Сборной СССР Борис Майоров Очень приятно Встретиться С вами Со всеми Здесь У себя На родине Тем более Нам приятно Что мы приехали С победой Мы знали Что за нас Здесь переживают За нас Волнуются Очень приятно Выиграть И я думаю Что мы На следующий год Тоже постараемся Обязательно Выиграть Просмотр хоккея Которому уже Почти полувека Наверное Не у всех Вызовет бурный Эстетический восторг Его динамика Драйв Вряд ли повысит ВВП страны В два раза Но добрая ностальгия Весьма приятное чувство Ведь тогда В 67 Деревья были выше И зеленее Девушки красивее А крюки у клюшек Советских игроков Были незагнутыми Всего хорошего Когда эта программа Готовилась к эфиру Пришла печальная весть О смерти Владимира Викулова Он играл В Великой Тройке Одной из лучших За всю историю Советского хоккея И был равным Своим выдающимся партнером Не только потому Что стал Одним из лучших Снайперов Среди всех Наших Крайних нападающих В чемпионатах страны За 520 тигр Он забросил 283 шайбы А за сборную На чемпионатах мира И олимпиадах Показал и вовсе Фантастическую Результативность 53 шайбы В 75 матчах Но главным Его достоинством Был талант Идеального Ассистента Благодаря Филигранной обводке Он с легкостью Тореадора Уходил от любого Соперника И без видимых усилий Оказывался на голевой Позиции Но не бросал Поворотом сам А дарил это право Партнер И в этой Викуловской щедрости Одна из главных Причин того Что супербомбардирами Стали Виктор Полупанов И Анатолий Фирсов К сожалению Как и многие звезды Того времени Он не сумел найти себя В жизни после спорта Почему До этого уже Наверное Не докопаться Но была в этом И какая-то Закономерность В свое время За непредсказуемость Действий на площадке Товарищи по команде Дали ему прозвище Хитрец Вроде бы Звучит громко Но среди болельщиков Оно отдачу важнее Чем отличиться самому Так может поступать Только неисправимый Романтик Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова